Привет, друзья, меня зовут Аня, вы на канале Букфэн, и в этом видео я расскажу о своих прочитанных книгах. Погнали! Книг совсем немного, но все-таки есть о чем рассказать, и начнем мы с произведения, которое я прочитала еще летом. В принципе, большинство я прочитала еще летом. Это «Когда здесь была Марни» Джон Робинсон. Эту книгу мне прислала Ира с канала Риша Май, и я ей просто благодарна за это, потому что я осталась довольна этой книгой, она подняла мне настроение и шокировала, наверное, меня, можно так сказать. Если вам интересно посмотреть на мои впечатления вживую, у меня есть влог, который я снимала вместе с этой книгой. Это история о девочке Анне, которая живет со своей тетушкой, удочерившей ее. Она почти ни с кем не общается, она угрюмая, закрытая, и ей скучно. Но скучно ей было до тех пор, пока приятельница миссис Престон, тетушки, не пригласила ее к себе, к морю, погостить. Анна приезжает, восхищается этой местностью, исследует ее и находит загадочный болотный дом. Она следит за ним, и в какой-то день встречает там девочку по имени Марни. Эта девочка необычна. Они знакомятся, начинают тайно встречаться и играть, общаться. В какой-то момент Марни вообще пропадает. И для читателя, который настроился на дружбу этих девочек, на то, что Анна раскрывается, на то, что Марни предложила очень интересную, классную идею, прям она у меня откликается, задавать друг другу каждый день по три вопроса и выбора не отвечать, нет. Это Анна придумала для того, чтобы постепенно знакомиться и узнавать друг друга. Вот мы настроились на эту дружбу, на их веселье, на их времяпрепровождение, на то, что Анна раскрывается, и тут Марни пропадает, начинают происходить какие-то странные вещи. Мы вместе с главной героиней пытаемся разобраться, что же происходит, и понять, почему же этот болотный дом кажется Анне таким знакомым. Мы читали эту книгу вместе с Миланой и обсуждали ее в переписке. Я восторгалась тем, какие предположения у Миланы. Я думала, что здесь все намного проще. Я настроилась именно на дружбу, но оказалось, здесь не только дружба. Здесь что-то большее. И это гораздо интереснее и шокирующе. В общем, я осталась книгой довольна. Могу посоветовать абсолютно всем. Но вот все-таки с Миланой мы обсуждали этот вопрос, можно ли советовать абсолютно всем. И Милана предположила, что все-таки взрослым людям, наверное, это будет скучно. Но я не знаю, вот честно, просто почитать летом, почему нет? Почему нет? Нет, наверное, есть такие серьезные люди, которые ни летом, ни зимой не хотят просто отдохнуть, прочитать детскую историю. Ну, в общем, история классная. Я ставлю ей 5 баллов и говорю огромное спасибо Ире. Двигаемся дальше. Не успела я нарадоваться Марни, как пришла к соседкам и принесла мне книгу. Сказала, я знаю, что ты любишь читать, и мне так хочется сделать тебе приятно, потому что это такая редкость. И я знаю, что ты любишь сказки. Приносит мне вот это счастье. Это индейские сказки. Прошу заметить, я читала индийские, индийские, а это индейские. О, здесь открытки, открытки, я нашла открытки. Иногда полезно снимать прочитанные. Вот просто посмотрите на этот замечательный цвет, на это замечательное оформление. Я почему еще была рада? Потому что у меня есть африканские сказки, которые я люблю всей душой и сердцем в том же издании. И я вот такая вот теперь крутая. Вот, стала я читать. И что я могу сказать? Я бы скорее назвала это не сказками, а легендами. Потому что здесь в ход идет фантазия автора, народа, который объясняет те или иные явления. Почему это животное называется так? Почему эта птица ведет себя так, а не иначе? Почему это животное ест это животное? Как бы мы копаем в далекие-далекие времена, когда еще животные разговаривали. И вот одно из этих животных сделало так, и теперь весь этот род живет вот так. И так происходило в каждой сказке. Сначала я ждала. Я долго ждала просто обычной сказки. Вот, как японские, какая-то история. Но здесь именно были легенды. И, если честно, это меня тяготило. Мне в какой-то момент стало скучновато. Потому что, вот просто потому что я ждала другого. Я ждала именно сказок. Но, как и со всеми сказками народа, говорю, что я довольна тем, что прочитала. Потому что я хочу. Я хочу с этим знакомиться. И ставлю этой книге 4 балла. Затем я, наконец, дочитала «Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок» Фенни Флэг. Об этой книге я узнала еще 4 года назад. Тогда ее все хвалили на Буктюбе. Массово читали. И я решила, что тоже хочу прочитать. И, несмотря на то, что прошел длительный период времени, у меня не было каких-то завышенных ожиданий. Я ждала просто уютной атмосферной истории. Я ждала заинтересованности в героях. Но, к сожалению, я этого не получила. О чем же история? У нас есть маленький городок-полустанок, в котором находится кафе, где готовят жареные зеленые помидоры. Это кафе принадлежит Иджим, одной из сестер семейства Тредгуд. Также мы знакомимся с Вирджинией Тредгуд. Она живет в доме для престарелых и вспоминает свою молодость, вспоминает события, свидетелем которых она была. Это 20-е годы 20-го века США. И получается, что рассказывает она не нам это, а о девушке Эвелин, которая периодически приходит ее навещать. Естественно, мы знакомимся и с Эвелин поближе, и с Вирджинией, и с Иджи. В основном через рассказы Вирджинии, которые находятся в доме престарелых. И вообще с множеством героев, которые живут в этом маленьком городке. И вот из-за этого множества героев я не получила того, что хотела. Я в них запуталась, я потеряла интерес, их было слишком много. Я не успевала понимать, что происходит. Мне было сложно разобраться, от чего лица ведется повествование, потому что там ведется повествование и от лица Вирджинии, когда ее навещает Эвелин, и когда она вспоминает молодость от Автерон. И также есть еженедельник Миссис Уимс, которая тоже рассказывает какие-то вот прям мельчайшие детали из жизни вот этого маленького городка. Я запуталась, мне стало скучно от этих мельчайших деталей. Я потеряла интерес. И вот на половине книги меня уже не было в этой истории. Я уже абсолютно не разбиралась, что происходит. И уже ничего не ждала от этой истории. И, наверное, я бы забросила это произведение, если бы не брала его для коллаборации с Юлей с канала BookTime. Я дочитала эту книгу и отправила ее вместе со своими пометками Юле. Юля прочитала, и слава богу, я этому очень рада, она ей понравилась. И что по итогу я могу сказать? Когда я дочитала, я не почувствовала, фух, наконец-то. Я ждала этого очень долго. Я читала книгу, наверное, полтора месяца. Но не было этого, наконец-то я уберу ее подальше от своих глаз. Я привязалась действительно к истории. Я привыкла к ней. С ней связана половина лета. Как-то даже грустно было расставаться с этой атмосферой. Не то чтобы с героями, потому что я запомнила лишь несколько. Не то чтобы с событиями. Вот просто с атмосферой. Просто с тем, что я читаю эту книгу. Вот как-то так вышло. Это довольно-таки странно. И я согласна с Юлей, которая сказала, что лучше коллабы летом не устраивать, потому что это тяготит. Читать сложно. И вот, наверное, это сыграло огромную роль в том, что я разочаровалась в книге, и я не погрузилась в эту историю. И, к сожалению, ставлю этой книге 3 балла. И, наверное, Фенни Флэк читать больше не буду. Ну, кто знает. Пришло время рассказать о книге, которую вы совсем недавно видели на моем канале. Это «Тысяча осени» якобы де Зута Дэвида Мичелла. Эту книгу отправила мне уже Юля со своими пометками. И я читала ее, как бы обсуждая события вместе с Юлей. Это история о том, как голландец по имени Якоб де Зут приезжает на островок Додзима. Этот остров находится около Японии и является голландской колонией. Он приезжает туда работать в японской торговой фактории. Уже с первых страниц мы погружаемся в эту атмосферу Японии 18-19 века. Автор обращает внимание на мельчайшие детали и через какие-то незначительные вещи рассказывает о чем-то более масштабном, об истории Японии. Проходит небольшое количество времени, и мы узнаем, что Якоб де Зут влюблен в Анну. Это дочь управляющего компанией. И управляющий, естественно, говорит, что дорогой Якоб де Зут, ты не богатый. Дочь свою я отдам только за богатого, поэтому езжай в Японию, заработай деньги и тогда уже возвращайся. Якоб де Зут отправляется в Японию, где влюбляется в другую девушку. Во-первых, было интересно наблюдать за тем, как это происходило. Как они познакомились, как вел себя Якоб де Зут, что он думал, как он пытался показать свои чувства, как эти же чувства он пытался спрятать. Вот просто было интересно смотреть за этим внутренним конфликтом. Я признаю, что возмущалась порой логикой, когда Якоб де Зут говорит, «Ну нет, так нельзя, конечно же, как это так, вот меня ждет Анна». Продолжает проявлять знаки внимания, потом его вдруг осеняет, что он, оказывается, любит эту Японку. Ну, а как бы... А раньше, что, ты не догадывался, как это получилось? Потом он сидит, думает, что хочет жениться на Анне. Потом он думает, что отдаст все ради этой Японки. В общем, это было весело. Я люблю возмущаться на такие темы. Мне понравилось. Вот мы достаточно долгое время находимся в Японии. Следим не только за взаимоотношениями между Японкой Аибагавой и Якобом де Зутом, но и за происходящим внутри компании. Там тоже происходят конфликты. И просто наблюдаем за Японией. А потом в какой-то момент Аибагаву забирают в монастырь, где творятся ужаснейшие вещи. За пределами монастыря об этих вещах страшных никто не знает. Но вы же понимаете, что не было бы никакой истории, если бы информация все-таки как-нибудь не проникла наружу. И она проникла, естественно. И вот что с этим будет делать Якоб де Зут, и оказывается не только Якоб де Зут, мы узнаем, узнаем. Вот на этом моменте, когда мы узнавали, что же будет, я уже так привыкла к тому, что вот, вот это основное, что нас сейчас волнует. А потом Дэвид Митчелл решил впустить британцев на Дэдзиму. Британцы хотят захватить ее. То, в общем, он впустил сюда историю. История как бы и раньше была. Я сама виновата, что поставила на первый план любовные отношения. Но все-таки я немного разочаровалась. Было сложно перестроиться. Но я перестроилась, выбора не было. И все-таки история эта закончилась как действительно масштабный роман, а не просто любовная история или просто исторический роман. Скажу честно, я немного осталась недовольна. Немного, совсем немного. Тем временем влог, в котором я дико возмущалась. Осталась недовольна тем, как закончились эти отношения Якоба де Зута и Айбагавы, Якоба де Зута и Анны. Но это жизнь. И я признаю, что это действительно правда. Если бы было как-то по-другому, было бы уже сомнительно. А бывает ли так действительно в жизни? А вот так, как здесь описано, так действительно бывает. И я признаю, что Дэвид Митчелл действительно написал ценнейшее произведение. Он потратил годы своей жизни для изучения Японии, традиций, истории, вот всей этой внутренней кухни. И это произведение действительно заслуживает внимания. Ему я ставлю... Сложно. Сложно. Вот не тянет на пятерку, потому что нету прям ах, наверное, четыре с половиной. Вот так. И последнее, о чем я расскажу, как же без этого в прочитанном после лета, это школьная литература. Здесь все сложилось совсем неудачно. Я прочитала «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Это произведение меня вообще никак не зацепило, никакие эмоции не вызвало, ни над чем не заставило задуматься. И вообще я читала и думала, что сделаю видео, первое свое видео из рубрики «Взгляд школьника на школьную литературу», которую мне передала Софа с канала Bookship. Но вообще нечего сказать было. Вот вообще. Возможно, да, я не отрицаю того, что когда мы пройдем это в школе, я увижу что-то там. Но изначально никаких эмоций не вызвало. И это тоже является показателем на самом деле. Также я стала читать «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова. И я бы не сказала, что прям не сложилось, что мне не понравилось. Нет. Вот как раз-таки мне нравилось. Я начинала и мне нравилось. Я удивлялась тому, что мне не хочется закрыть книгу, что мне не скучно действительно, что какие-то эмоции все-таки эта история пробуждают, что я даже возмущаюсь. Конечно, там любовные отношения. Это была бы не я, если бы не возмущалась над книгой, где есть любовные отношения. Возмущалась над логикой героя. Конечно, это была бы не я уже, если бы я так не делала. Вот все это было. Мне это нравилось. Но я себя задавила вот этим, что мне нужно будет снять видео. И вот видео уже надо выпускать. И я понимаю, что я еще не дочитала, что мне это надо в срочном порядке прям читать. И, конечно, я забросила. Просто ушла от ответственности. И мне немного грустно, что все вышло именно так, потому что у произведения действительно были шансы. Но я решила, что прочитаю этот роман полностью. Ближе к тому моменту, когда мы будем проходить его в школе, чтобы я прям была совсем в теме. Все могла бы обсуждать. Все, что предложит учительница литература. Так что, возможно, возможно, будет обзор, будет взгляд школьника на школьную литературу. Но, как всегда, ничего обещать не могу. Вдруг, вдруг я опять решу забросить. Кто меня знает, кто меня знает, да? Вот такое вот получилось у меня прочитанное. Рассказывайте в комментариях, что прочитали вы. Какие были лучшие книги, почему. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на меня. Поддержать меня можно по ссылке в описании. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. И до новых встреч.